Дианис. Чужой в родном городе. Режиссёры Фред Пажес, Сильвен Бержер. 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 Нет, определённо этот юноша очень отличался от всех. Окружающие воспринимали его как чужака, считали бродягой и отщепенцем. А он на самом деле был богом. Имя его Дианис. Его называют также шумным или ревущим из-за невероятного шума, сопровождавшего его рождение. Его рождение. Оно до сих пор у всех на устах. Зевс, чья жажда любовных побед всем известна, был очарован дочерью фиванского царя, молодой царевной Семялой. Чтобы завоевать её благосклонность, Зевс принял облик смертного. Лишь в таком обличии человек может вынести вид богов. Если, к несчастью, они бы нарушили это правило, последствия были бы ужасны. Так, под видом обычного человека, Зевс вступает в любовную связь с Семялой. Но проблема в том, что Зевс женат. Его супруга Гера не только царица неба и Олимпа, но также и богиня, покровительница брака. И эта новая связь мужа беспокоит её гораздо больше, чем предыдущая. Ибо впервые Зевс регулярно не ночует дома. Отсюда один шаг до того, что соперница займёт её место. Гера решает действовать. Она принимает облик кормилицы Семялы. Старой женщины, которой та полностью доверяет. И является к царской дочери. Уже шесть месяцев, как беременной. Берегись, говорит она. Я уверена, что твой возлюбленный не Зевс, а простой обманщик. Если хочешь убедиться наверняка, потребуй, чтобы он явился тебе, как верховный бог. И повелитель, мол, пребывает среди богов. Семела в сомнениях. А вдруг кормилицы права? Когда Зевс снова является к ней, она просит его показаться в своём настоящем виде. Зевс в ужасе. Он слишком хорошо знает, какую опасность это представляет для его возлюбленной. Он отказывает. Семела настаивает, напоминает, что он поклялся водами Стикса, что исполнит всё, о чём бы она ни попросила. А ведь если кто-то поклялся Стиксом, эта клятва становится нерушимой. Бог, который не сдержит слова, будет просто-напросто изгнан с Олимпа. Семела умоляет. Зевс не уступает. Хорошо же, угрожает Семела. Раз так, ты больше не взойдёшь на моё ложе. Тогда остаётся. Перед смущённым взором своей возлюбленной он предстаёт во всём своём блеске. С громами и молниями. Огонь охватывает весь дворец и сжигает бедную Семелу, которая едва успевает разрешиться от бремени. Чудом огонь не трогает младенца, которого забирает Зевс. Но что делать с маленьким уязвимым существом, родившимся до срока? На помощь приходит вестник богов Гермес, тоже сын Зевса. Он вскрывает бедро владыки Олимпа и помещает туда младенца. Зевс, отец, донашивает ребёнка. Три месяца спустя всё тот же Гермес вновь вскрывает бедро владыки мира. И новорождённый является на свет. Римляне скажут, он родился из бедра Юпитера. Таким образом, Дионис родился дважды. Из чрева Семелы и из бедра Зевса. И его второе рождение — это бесспорно рождение бога. Отец немедля поручает малыша Ино, сестре Семелы, в надежде, что подли неё он вырастет в безопасности. Зевс велит ей одевать ребёнка в женскую одежду, чтобы Гера его не узнала. К несчастью, Гера всё видит. Если Зевс воображает, что легко отделался, то он ошибается. Продолжая мстить, обманутая супруга поражает Ино и её мужа безумием. Она готовится сделать то же самое с маленьким Дионисом, но в последний момент Зевсу удаётся похитить ребёнка. И вновь он поручает его Гермесу и велит отнести на гору Ниса, находившуюся на краю света. Юного Диониса принимают нимфы, добрые божества. Они становятся для него настоящими приёмными матерями. Щедро кормят его и ухаживают за ним. В их окружении и растёт Дионис. Дионис уже знает, что дорога, которая приведёт его к признанию другими богами, будет долгой и утомительной. Он становится богом-скитальцем. Одним прекрасным утром Дионис делает открытие, которое преобразит жизнь смертных. В тот день молодой бог видит, как змея кусает виноградную гроздь. Тогда он сам берёт гроздь и сжимает её рукой. С удивлением наблюдает истекающую жидкость. В голове Диониса зарождается идея выращивать виноград и приготовлять из него вино. Он решает странствовать по свету и повсюду учить людей этой премудрости. Дионис спускается в путь. Его сопровождает шумная и необычная свита. Минады, сколокоченные, полуголые женщины, а также сатиры, толстопузы и уродливые создания, всё время пребывающие в состоянии вожделения. Среди них Силен, наставник Диониса. Удивительный персонаж этот Силен. Большую часть времени он мертвецки пьян, но, как говорят, обладает огромной мудростью. Компания устремляется к городам и весям. Сначала в Сирию, после Сирии в Египет, где его благосклонно принимает царь Протей, которому Дионис передаёт открытие виноградной лозы. Затем он направляется в Афракию. В Афракии Дионис встречает гораздо менее радушный приём. На этой земле правит царь Ликург. Он очень неодобрительно смотрит на прибытие молодого человека со странными женственными повадками. Откуда взялся этот странник, выдающий себя за Бога? И кто эти женщины, которые неистовствуют рядом с ним? Скандальная слава чужака идёт впереди него. Рассказывают, что как только он входит в город, женщина охватывает любовная страсть. Он овладевает ими и увлекает в неистовый танец. Всё это чрезвычайно беспокоит царя. Ликург приказывает немедленно схватить Менат и заточить в тюрьму. А сам преследует Диониса. В испуге молодой бог убегает. На берегу моря, спасаясь в огоне, ему не остаётся ничего другого, как броситься в воду. Дионис должен утонуть. Исчезнуть навсегда. К счастью, морская богиня Тетис тут как тут. Тетис успокаивает его, ободряет и прячет в морских глубинах. Дионис унижен. Никто никогда не обходился с ним подобным образом. У него даже не хватает смелости вернуться, чтобы побороться с Ликургом. Тогда его бабка, богиня Рея, решает прийти ему на помощь. Рея освобождает Менад и наводит порчу на Ликурга. Царя охватывает безумие. Он набрасывается на собственного сына и убивает его ударом топора. Затем разрубает тело на куски. Чтобы наказать царя, Дионис делает землю Фракии бесплодной. Он объявляет, что неурожай будет до тех пор, пока Ликурга не предадут смерти. Без малейших колебаний жители Фракии отводят Ликурга на гору Пангей, привязывают к диким лошадям и те его разрывают. Теперь юный Дионис может продолжать свои странствия. Он отправляется дальше на юг. И вот он в Индии. Зевс дал ему задание. По его приказу Дионис должен уничтожить народ, проявивший кощунственное отношение к богам, предпочтя им новые божества с головой слона или со множеством рук. Покарать тех, кто не почитает богов. Только при этом условии, по словам отца, юный бог попадет на Олимп. Дионис подчиняется, но ему не нужно сражаться. Жители и так уже покорены им. Везде, где Дионис появляется, проходят пышные процессии. Стоя в запряженной терами колеснице, украшенной плющом и виноградными лозами, сопровождаем и своими верными минадами и сатирами, шествует он поселением вихри криков, пения и танцев под звуки бубнов и флейт. Полная победа. Но путешествие Диониса еще не закончено. остается покорить самый важный город Фивы. Город, где он появился на свет. Стоящая перед ним задача кажется очень трудной. Он знает, что для всех фиванцев он будет одновременно и уроженцем города и чужаком, и тем, и другим. Городом правит царь Пенфей. Пенфей олицетворяет добродетель и порядок, и этот порядок ни в коем случае не может быть нарушен. когда Пенфей видит полуголых неистовствующих женщин в экстазе вьющихся вокруг Диониса, он испытывает глубокое потрясение. Женщины созданы, чтобы сидеть дома, воспитывать детей и готовить еду. Остальное их не касается. И потом, кто эти странно одетые люди, говорящие на чужих языках? Это не греки. А для Пенфея все, кто не греки, варвары. Оказавшись в Фивах, Дионис рассказывает историю своего рождения и открывает тем, кто захотел его слушать, что он сын Зевса, что он бог. Царь, его супруга и народ разражаются смехом. Что? Этот презренный нищий, окруженный развязными варварами, сын владыки Олимпа? Тетки Диониса, сестры Семелы, первые кричат об обмане. Они никогда не хотели верить, что их сестра Семела могла соблазнить Зевса. Наоборот, они пустили слух, что Семела, желая скрыть имя отца ребенка, выдумала, будто была возлюбленной Зевса. И тот, стремясь наказать Семелу за бахвальство, поразил ее молнией. Несчастного Диониса изгоняют из Фив, как прокаженного, осыпая камнями и стрелами. Он скрывается в лесах Кефирон, возвышающийся над Фивами. Там он садится на обломок скалы, обхватив голову руками. Только за морем, на востоке, его считали богом и поклонялись ему. Почему Фивы, город его матери, отказывается его принять? С наступлением ночи Дионис Он разжигает огромный костер, вокруг которого из родников начинает струиться вино, а сам пускается в пляс со сладострасными минадами, безобразными сатирами и быстроногими кентаврами. Затем под грохот бубнов и звуки дудок и флейт он спускается к городу. Сначала Дионис поражает безумием своих теток, затем супругу Пенфея и всех фиванских женщин. Не владея собой, полураздетые, они покидают свои дома, оставляя детей и мужей. В экстазе, безумии и бреду они начинают воздавать почести новому богу Дионису. Дионис им аплодирует. Затем приказывает присоединиться к Менадам на горе Кеферон. Там все вместе они смогут безудержу предаваться обильным возлияниям и оргиям. Но месть Диониса еще не исполнена. Остается Пенфей, царь, который его унизил. С наступлением темноты Дионис переодевается жрецом и идет во дворец. Он находит Пенфея и рассказывает ему о невероятных событиях дня. Мало-помалу Дионису удается убедить царя пойти с ним на гору Кефирон. Но из предосторожности, советует он, «Наденьте женское платье». В конце концов Пенфей соглашается. В глубине души он тоже хочет увидеть это сборище исполненных сладострасти женщин, угрожающие его городу. И вот целомудренный и добродетельный царь распускает волосы и подводит брови яркой краской. На самом деле он уже попал под влияние Диониса. На вершине горы Кефирон Дионис указывает ему дерево, с которого он сможет наблюдать зрелище, оставаясь незамеченным. Но слишком поздно. Обезумевшие, мертвецки пьяные, одержимые женщины его заметили. И под женской одеждой узнали мужчину. Они набрасываются на него, рвут и терзают. И среди них собственная мать Пенфея. Безуспешно взывает он к ней с мольбой узнать. Охваченная иступлением, та отрывает ему руку. Затем другие женщины буквально кромсают его. Под конец мать, так и не узнавшая сына, отрубает ему голову, насаживает ее на палку и уходит. Гордо потрясая своим зловещим трофеем. Когда женщины ФИФ приходят в себя и возвращаются в город, Дионис уже ждет их. Он выходит им навстречу и говорит так. Люди ФИФ, я рожден, чтобы бросить человечеству вызов. Все вы, смертные, живете во власти привычных представлений. Вы блюдете порядок и почитаете своих правителей, что, конечно же, необходимо для мирного обыденного существования. Но вы отвергаете любые попытки разгадать тайну, которая есть в каждом из вас. Боитесь увидеть и принять частицу тьмы в себе. Я иной, чужой, отличный от вас. И я пришел показать добропорядочным горожанам их темную сторону. Если вы отвергнете ее в себе, как отвергли меня, изгнав из города, то погибнете, как погиб ваш царь, надменный Пенфей. Но если вы признаете тьму, эту древнюю дикую силу, частью самих себя, если примете и обуздаете ее вместо того, чтобы стыдливо отводить глаза, вы будете спасены. Мой отец, всемогущий Зевс, послал меня объяснить людям, что такое истинное безумие. Это не кривляние деревянских дурачков. Истинное безумие стремится превратить город в совершенное царство разума и добродетели. Только боги достигают совершенства. Вы же смертные, остерегаетесь двух крайностей. Внимать лишь голосу рассудка или не слушать его вовсе. Принимаете здравый смысл, но принимаете и непостижимое, чуждое, непривычное, то, что поначалу может вызвать у вас тревогу и неприязнь. При этом условии вы будете свободны. После того, как вся Греция признала его божественность, Дионис продолжил свое путешествие по островам, сея повсюду, где проходил то радость, то ужас. На побережье Наксоса молодой бог замечает прелестную плачущую девушку. Это Ариадна, дочь критского царя Миноса. Ее возлюбленный Тесей только что бросил ее. Тронутой красотой и печалью молодой женщины, Дионис приводит ее на Олимп. И невиданная вещь, женится на ней, на смертной, перед сонмом богов. Могущество сына Зевса отныне признано всеми. Дионис прошел все земные испытания. Теперь он имеет право подняться на небо. Дионису, побочному сыну Фиф, чужому в родном городе, пришлось преодолеть много трудностей, чтобы доказать свою божественность. Вскоре культ Диониса официально утверждается в греческом мире. Весной и осенью в городах организуются большие народные праздненства, в недрах которых зарождается основная форма греческого искусства — театр. Постепенно поэмы принимают форму пьес, которые разыгрываются в местах, посвященных Дионису. Там декламируют стихи, в которых рассказывается о жизни Диониса и его подвигах, или о подвигах других великих героев из мифологии. Для этого переодеваются, надевают маски, танцуют и пьют. Во время тайных ритуалов приверженцы Диониса, желая отождествить себя с ним, едят мясо жертвенного животного, тело Бога, и пьют чашу вина — кровь Бога. Все-таки Дионис — очень необычный Бог. Автор сценария Франсуа Бюснель, Жильбер Сенуае, Зитер Ален Муисе. Фильм озвучен студией СВДубль по заказу ГТРК «Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова